Вчера я был, в общем, довольно плотно занят представлением книги моей, моей биографии, «Территория моей любви», которая называется. Я, честно говоря, не думал, что такая мемуарная литература может вызывать на такой для меня лично неожиданный интерес. Здесь за две недели было продано половину тиража, то есть около 8 тысяч экземпляров. Это очень много, вообще-то, как мне сказали специалисты. Но это приятно, и те, кто читал или, так сказать, листал, говорили, что она, по крайней мере, легко читается, в ней нет той, так сказать, заумности, которая порой мешает людям воспринимать тебя как человека. Поэтому я практически вчера занимался этим, и после этого встречался с моими коллегами на вечере в журнале «Хелло». Так что вчера моя, так сказать, кинематографическая, так сказать, программа была несколько скукожена из-за невозможности просто еще занимаясь интервью и общениями журналистов побывать в кинотеатрах. Хотя кое-что из того, что я вчера мог посмотреть, я видел раньше, поэтому я, так сказать, не особенно пострадал. Почему мы ратуем за то, чтобы возник в дворец фестиваля у нас, который, надеюсь, так сказать, уже напрямую к тому, чтобы начать строиться. Там должны быть все структуры фестиваля, по идее, должны быть собраны в одном месте. Но проблема заключается в том, и она должна быть решена, что фестиваль проходит в течение, там, максимум двух недель, десяти дней, восьми дней. И это фестиваль, который идет, так сказать, раз в год, но эти помещения, они не должны простаивать зиму. Поэтому они должны быть так оборудованы, чтобы там уже было проводить пресс-конференции, мультиплексы, залы для показа документального кино, молодежного кино. Трансформер-зал, где могут проходить и баллы, и цирковые представления, и так далее. Это должна быть структура, которая практически весь год должна работать. И в этом смысле, я думаю, что это действительно важный, важнейший для нас вещь. Наличие, скажем, такого кинотеатра мультиплекса, как «Октябрь» в центре Москвы, конечно же, дает возможность удовлетворить практически все потребности. У нас всего три площадки вне Москвы, вне «Октября». Политический фильм, он все равно летопись времени. «Три мушкетера» – вещь давно ушедших дней, так сказать, но ее перечитывают. Или, скажем, я не знаю, «Истории дома Медичи» – давно прошедшие времена. Но это перечитывают, потому что это знак истории, это, так сказать, зафиксированная правда. И именно по этим фильмам в большей степени мы можем знать о времени, в котором прожили люди, действующие в этих фильмах. И именно по ним можно сделать вывод о том прошедшем времени, которое было, или о том настоящем, которое есть сегодня. Поэтому я считаю, что в этом смысле документальное кино, политическое кино, оно во всех смыслах интересно. Плюс к тому, оно еще и выражает конкретную точку зрения того, кто это снимает. И о нем можно много понять и узнать, видя, что он снимает. Поэтому я считаю, что это актуально всегда. Ну, если это хорошо сделано, конечно. Хотя даже если это документ, который, может быть, так сказать, не коряво сделан, он уже будет как вино набирать, как документ. Чем дальше, тем больше. Количество смертей на экране и ужасов перевалило возможность сострадать в зрительном зале. Как говорил кто-то из вождей, смерть одного – это трагедия, смерть миллионов – это статистика. Когда ужасы на экране превращаются в статистику, то это притупляет ощущение человеческой боли и сострадания. Это принципиально важный вопрос. Когда ты видишь американскую картину, где только что убили двух людей, они шелезать здесь, а герои занимаются любовью. И я понимаю, что в зрительном зале к этому относятся как к естественному. Хотя не могу себе представить никого из них в этой ситуации, так сказать, когда лежат два трупа, так сказать, ласкаться в постели. Это те самые допуски и то самое нарушение, так сказать, нравственного камертона человеческой и правды человеческой. И правды. Мне кажется, что потери уважения к жизни и к смерти ведут к тому самому отчерстлению, о котором вы говорите. И поэтому очень много картин, которые мы сегодня видим, подавляющее большинство. Как бы нас ни пугали, как говорил Лев Толстой про Ленина Андреева, он меня пугает, а мне не страшно. Вот это вот как раз то, что когда нету вот того самого сосредоточения на конкретной человеческой жизни, я говорю про мои ощущения, это мой вкусовой ряд, когда я не могу сострадать тому, что происходит, а меня заваливают информации, которые сама по себе каждая из этих жизней должна тебя потрясать, у меня притупляется. Когда вы видите маленький бутербродик с икрой, вам очень хочется его съесть. А когда вы видите выпотрошенные 8 осетров и там 30 килограмм икры, то у вас нету того ощущения, которое у вас есть, когда вы видите маленькие канапы с икрой и рюмочку водки. Тот вал людей, которые кинулись смотреть американские картины серии даже не B, а C, даже как и просто, потому что их не было никогда на нашем экране. И люди думали, что вот она свобода, вот это сейчас мы. Они думали, что открыли форточку, окно в Европу, а открыли, так сказать, форточку и сунули туда трубу ассоциационную, туда под три атмосферы запустили все то, что сами уже не едят и не смотрят. И зрителям понадобилось какое-то время, 4-5 лет, чтобы рассказать B, больше не хотим. И это то же самое произошло с нашим артхаузом, вот такого характера, чернушечным. B. Это сыграло ужасающую, я считаю, вреднейшую роль для нашего кино, потому что очень многие зрители не могут уже поверить, что мы можем снимать человекообразное кино, где можно сопереживать, сострадать и так далее. Времени осталось нам мало, фестиваль завтра закрывается. Успейте посмотреть то, что не успели, постарайтесь, по крайней мере. Я думаю, что уже часть картин уже появилась, может быть, в интернете, к сожалению, пиратским образом. Часть картин вы сможете скоро увидеть на дисках. Но все-таки составьте для себя список того, что вы хотели посмотреть, но не посмотрели, и не найдите возможность посмотреть. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok